что с начинками у меня вопрос я не понял, у нас же там что-то по заданию какие-то начинки предполагались да, предполагалось на начинки короче, ну я задал вопрос в чате и там ты сказал придумать себе ограничения в общем, я поставил, что 7 пиц и у некоторых есть начинки ну сколько этих начинок может быть? ну, типа несколько разновидностей то есть мне кажется, что начинка это просто немного другая пицца ее можно просто вынести отдельно так то есть вот эти твои папирони фреш и там папирони мясник это типа варианты просто с начинками другими ну типа да, я даже их сгруппировал там ветчина грибы ветчина с сыром и папирони они как бы вместе, потому что разные начинки это очень круто вот прям не знаю, кто там из вас сейчас насколько внимательно в эту последнюю минуту слушал но это супер крутой прием и супер важный скилл дизайнера вот так вот упрощать себе задачу а не только себе на самом деле да, но и разработчикам, тестировщикам и всем остальным людям в мире и кстати еще и пользователю потому что намного проще тупо выбрать вот из трех там вариантов папирони, чем сидеть в каком-то конфигураторе там ингредиенты настраивать еще и снимает вопросы с тем что кто-нибудь себе какой-нибудь неудачный набор ингредиентов соберет и потом будет недоволен, что пицца невкусная или там что-нибудь не пропеклось потому что он себе навалил там пятьсот тысяч ингредиентов то есть бывает такое, что там клиент или кто-то приходит к нам с задачей и формулирует ее так что она выглядит сложной что нам надо там какой-то городить мега интерфейс кучу каких-то вариантов предусматривать, еще что-то и тут полезно задаться вопросом зачем мы это вообще все делаем и может оказаться, что ответ на это в том что ну естественно может быть что мы хотим чтобы вот у нас был прям конфигуратор чтобы наш пользователь почувствовал себя таким виртуальным поваром чтобы он мог разложить там прям каждую какую-нибудь колбаску и каждый грибочек ровно туда куда ему надо написать там грибочками какое-нибудь свое число лет и на день рождения себе такую пиццу заказать то есть можно представить себе сценарий в котором мы прям специально сознательно захотим сделать сложный конфигуратор это тогда будет наша фишка но в обычном случае речь просто о том что есть какие-то люди у которых там предпочтение да кто-то там не любит острое ему нужна версия там пиццы без острого кто-то там не знаю у него какие-то ограничения не знаю религиозные, медицинские идеологические по продуктам соответственно может быть какая-нибудь там веганская версия еще какая-нибудь версия той же пиццы то есть в принципе может быть там 3-4 варианта каких-то которые покрывают 99% всех потребностей людей если у кого-то суперэкзотические потребности может быть это не наш клиент и вот этим решением мы как бы покрываем вот эти все случаи и радикально упрощаем весь интерфейс вот это прям очень классно так уметь делать mayor кто хватит стала как как чтобы mak это PD